Мне очень легко выступать теперь, потому что все самые сложные вопросы уже освещены или, по крайней мере, подняты. Поэтому я, пожалуй, сосредоточусь на том, что касается нашей работы в большей степени, безусловно, без молекулярных генетиков в этой области мы не можем быть эффективны. Ну и о том, куда мы движемся и чем мы можем помочь в клинике. Несколько слов, конечно, нужно сказать об эпидемиологии, потому что саркома Юинга является второй по частоте саркомой у детей. Пик приходится на 15 лет. Основная заболеваемость – это второе десятилетие. Есть небольшое преобладание мальчиков над девочками среди заболевших. Но в целом встречаемость довольно низкая. В западных странах это всего полтора случая на один миллион детей, подростков и молодых взрослых, так называемых. При этом отмечено, что есть определенные различия в заболеваемости в зависимости от региона. Так, заболеваемость ниже в Азии и в Африке, что, в общем, подразумевает наличие каких-то факторов, может быть, этнических, которые влияют на заболеваемость. Хотя на сегодняшний день конкретных данных каких-то нет. Кроме того, нет данных о влиянии факторов окружающей среды достоверных, которые, в принципе, могли бы быть скоррегированы для того, чтобы снизить заболеваемость. На сегодняшний день пятилетняя общая выживаемость составляет порядка 70-80%, но она значительно снижается, если пациент диагностируется уже на этапе, когда имеются дистантные метастазы. Она снижается до 30%. Правда, если это изолированное поражение легких, то она составляет около 50%. Локализация тоже, наверное, всем известна. В основном это кости. 85-90% это поражение костей. В основном это конечности. Методиафис, в отличие от остеогенной саркомы. Большая частота поражения нижних конечностей. Кроме того, довольно высоко количество случаев вовлечения таза и грудной клетки. О генетике мы уже говорили сейчас очень много. Довольно подробно представление таковы, что саркома Юинга – это опухоль, которая характеризуется биологически перестройкой, вовлекающей гены семейства Фет и семейства ИТС. Как уже было показано, группа очень гетерогенная, чрезвычайная частота перестроек разнится. Есть частые перестройки. Самая частая EVSR1, FLY1 составляет 85%. Вторая по частоте, когда партнером транслокационным является ген ERG. Каких-то данных, которые говорили бы, что это отражается на морфологии, либо на клиническом течении поведения, на сегодняшний день тоже нет. То есть эта группа все еще остается единым семейством именно в силу общих эпидемиологических, клинических и морфологических проявлений, несмотря на свою биологическую гетерогенность. Что касается морфологии, то это каноническая мелкокруглоклеточная саркома, которая состоит из мономорфных, одинаковых мелких клеток с округлыми ядрами, с мелкогранулярным или дисперсным хроматином без ядрышек, со скудной цитоплазмой, которая может содержать гликоген, который может быть выявлен при помощи шик-реакции. И она характеризуется интенсивной диффузной мембранной экспрессией белка CD99. Это каноническая стандартная ситуация, хотя если мы возьмем предыдущую классификацию, то выделялись так называемые случаи атипического Юинга, атипической саркомы Юинга, когда был выше пальморфизм, клеточная атипия, могли бы быть ядрышки. И сейчас мы понимаем, что это, судя по всему, просто другая в плане биологии и генетики саркома. Стандартный метод, уточняющий молекулярные диагностики, широко сейчас используемый и доступный в большинстве центров, это флюоресцентная инситу-гибридизация. Действительно, скрининговым тестом является брейкопарт проба на ИВСР-1. Как уже было сказано, она должна быть интерпретирована, ее результаты только в рамках морфологического и клинического контекста, потому что есть целый ряд сарком и других опухолей, опухолей другой природы, которые имеют перестройку в этом гене. Поэтому сама по себе реакция не является диагностической. Только в комплексе мы можем ее учесть, и она используется как подтверждение морфологического или клинического диагноза. Что касается того, надо ли делать фиши, вообще молекулярные исследования в 100%. Подходы тоже неоднозначны по всему миру, есть страны, в которых это является стандартом, например, Австралия в 100% случаев выполняется уточняющая молекулярная диагностика. Но в большинстве стран, если клиника и морфология не вызывают вопросов, укладываются в стандартные представления о саркоме Юинга, в этом нет необходимости. Мы перейдем к той группе, которая сейчас активно изучается и накапливаются знания. Это так называемые юингоподобные саркомы, которые включают сейчас в себя две группы. Будет ли их количество увеличено, посмотрим. Чаще всего среди этой группы опухолей выявляются саркомы с перестройкой CIS. Это тоже не какая-то одна опухоль. Видите, есть целый ряд уже известных на сегодняшний день перестроек, которые вовлекают зоны разных генов, расположенные в том числе на разных хромосомах. Но, тем не менее, опять же, опухоли с этой группой перестроек характеризуются сходной эпидемиологией и сходными клиническими проявлениями. В чем это проявляется? Средний возраст заболевших – это тоже молодые, взрослые, но средний возраст составляет 30 лет. При этом диапазон, в котором встречались уже эти образования, составляет от 6 до 81 года. И определяется незначительное также превалирование мальчиков над девочками среди заболевших. Но что обращает на себя внимание? То, что 90% этих опухолей выявляется внескелетно в мягких тканях. Кости поражаются менее чем в 5% случаев. В 10% определяется поражение висцеральных органов как первичный эффект. Поэтому эпидемиология и локализация существенно отличаются от того, что мы знаем для Юинга. И 5-летняя общая выживаемость гораздо хуже. То есть это опухоль, которая, хотя имеет сходные морфологические проявления, имеет гораздо хуже прогноз. Как в контексте современных подходов к терапии, так и сама по себе. Кроме того, при этих опухолях использование неодювантных режимов химиотерапии не показывает того преимущества, которое есть при саркоме Юинга. Потому что, как правило, они дают гораздо меньшей степени лечебного патоморфоза. Больше 10% жизнеспособных опухолевых клеток остается вне зависимости от проведенной терапии. И поэтому подход использования сначала оперативного вмешательства, затем адювантной терапии может быть в данном контексте не менее эффективен. Что касается морфологических проявлений, у нас, к сожалению, не было возможности в нашей лаборатории с этой опухолью столкнуться. Поэтому я представляю картинки людей, которые уже с этим работали. Это, вероятно, именно та ситуация, когда чаще всего мы называли раньше эти опухоли атипическим Юингом. Потому что это полиморфные опухоли. Опухоли с высокой степенью полиморфизма и атипией клеточной. Вы видите, вариабельность клеток относительно друг друга гораздо выше, чем на той картинке, которую я вам показывала раньше, несмотря на качество, которое позволяет достичь проектора. Тем не менее, видите, гетерогенность популяции клеточная гораздо выше, вариабельность размеров ядер и размеров самих клеток и цитоплазмы гораздо выше. Кроме того, для этих сарком характерно наличие миксоидной стромы, которая может быть довольно выраженная, что приводит к тому, что необходимо исключать другие опухоли другой природы, в том числе мезонхимальную нескелетную хондросаркому, которая характеризуется миксоидной стромой, и даже иногда миксоидную липосаркому, ее клеточный вариант, или высокую степень полиморфизма. Кроме того, могут быть метозы, часто выявляются ядрышки в опухолевых клетках. И что касается иммунофенотипа, то эти опухоли характеризуются отсутствием такой мономорфной интенсивной экспрессии CD99, которая характерна для саркома Юинга. То есть это то, что заставляет нас искать какие-то другие объяснения. Следующая группа – это саркомы с перестройкой Бикор. Бикор – это тоже очень гетерогенная с точки зрения генетики группа образований, поэтому они называются группой круглоклеточных сарком с перестройкой Бикор. Самая частая из них – это Бикор-CCН-Б3. Однако существует хорошо описанный ряд более редких перестроек. Ситуация, когда возникает внутренняя тандемная дупликация гена Бикор и ситуации, в которых мы знаем, что есть транслокация, но нам неизвестен фьюжн-партнер этого гена. Однако по эпидемиологии, по клиническим проявлениям, по прогнозу, эта опухоль очень близка к саркоме Юинга классической. Тот же средний возраст, также высокая частота поражения костей, в том числе костей осевого скелета. Единственное эпидемиологическое отличие – это существенное преобладание мальчиков среди заболевших. Примерно такие же показатели общей выживаемости и показатели ответа на терапию. Однако при поражении аксиального скелета, то есть позвоночника, таза, а также мягких тканей, характеризуются эти ситуации гораздо менее благоприятным прогнозом и течением, но это тоже роднит эту группу заболеваний с саркома Юинга. Что ее отличает биологически? То, что для этих сарком характерно наличие изменений копийности, copy number aberrations, которые вовлекают длинное плечо 10-й хромосомы, а также делеции короткого плеча 17-й хромосомы, что не характерно для саркома Юинга. То есть вот эти хромосомные и крупные перестройки отличаются среди бикор-сарком и при саркоме Юинга. Что касается морфологических проявлений, то это опухоль, в которой гораздо чаще выявляется веретеноклеточный компонент, то есть это не классический круглоклеточный опухоль, это опухоль, которая имеет разную долю именно веретена в своем составе, при этом веретеновидные клетки могут преобладать, что опять же приводит к тому, что мы должны включать в дифференциальный диагностический поиск веретеноклеточные саркомы. Проблема в том еще, что эта опухоль может давать остеогенную дифференцировку, в том числе в метастазах, и экспрессируется от B2, это транскрипционный фактор, который характерен для остеогенной дифференцировки, поэтому ее необходимо дифференцировать с остеогенными саркомами, и в данном случае именно молекулярная генетика нам позволит подтвердить или исключить такой вариант. Опять же, экспрессия CD99 не характерная для саркомы Юинга. Если несколько суммировать вот эти представления, которые сегодня есть, то мы видим основная группа – это семейство Юинга или саркома Юинга, самое большое количество исследованных случаев, высокая частота поражения костей, небольшое преобладание мальчиков над девочками, характерные морфологические, иммуногистохимические особенности. Вот это вот группа сарком с перестройками EVSR и non-EDS. На сегодняшний день их очень тяжело охарактеризовать, потому что небольшое количество случаев, даже в больших исследованиях, опять же, мы видим значительное преобладание мужской популяции среди заболевших. Остальные параметры роднят очень это заболевание с саркома Юинга. Что касается данных по выживаемости, их пока тяжело очень оценить. Выбивается из этой группы, безусловно, саркомы CIS с перестройкой, которые должны быть вычленены. И, возможно, это группа, которая должна привести к тому, что изменятся подходы к терапии, в том числе с учетом достижения молекулярной генетики и поиском новых каких-то таргетных механизмов. Ну и основная проблема вообще всегда для морфолога, что касается круглоклеточных сарком, это дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз очень широк, и данные по локализации поражений, по множественности поражений, по эпидемиологии, аномастические данные. Весь спектр этой информации позволит нам вкупе с молекулярными генетиками разработать адекватный, самый короткий, эффективный алгоритм дифференциальной диагностики, чтобы в кратчайшие сроки получить легитимное заключение. Видите, спектр дифференциального диагноза очень большой. Хорошо. Если мы берем мелкокруглоклеточные саркомы, то это и САС, и БИКОР перестроенный, и саркома Юинга, низкодифференцированная синовиальная саркома, что необходимо дифференцировать ее с опухолями, с перестройкой БИКОР, потому что они могут экспрессировать транскрипционный фактор ТЛЕ1, как и саркома синавиальная. Это и десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль, которую необходимо в первую очередь дифференцировать с саркомами с перестройкой CIS, потому что это и внескелетная локализация, и поражение таза и туловища. А также обе эти опухоли характеризуются экспрессией ВТ1 транскрипционного фактора, что тоже иммуногистохимически может заставлять включать ее в дифференциальный диагноз на малом материале, на материале трепанобиоптета, это может быть очень сложно. Для этого нам нужно выбрать правильный алгоритм именно дополнительного молекулярного тестирования. В ряде случаев приходится дифференцировать их с альвеолярной рапдомиосаркомой, потому что некоторые из них могут экспрессировать, в том числе и мышечные маркеры, хотя и в редких случаях, и с мезонтемальной хондросаркомой, как я уже говорила, CIS необходимо дифференцировать, и с липосаркомой в ряде случаев, и с остеогенной саркомой. Поэтому, конечно, работа с мелкокруглоклеточными опухолями у детей возможна только в рамках команды с учетом всех данных клинических, рентгенологических и с построением оптимального алгоритма диагностики с использованием всего спектра молекулярных возможностей. Ну и я приглашаю вас продолжить обсуждение этого интересного вопроса в рамках форума, который традиционно состоится в конце июня следующего года. Спасибо.